Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Владыка Мстислав, Священный Архимандрит всей Святой Обители, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно всех вас поздравить с этим замечательным торжеством. Сегодня в обители Святаго Преподобного Александра Свирского, здесь, в Санкт-Петербургской митрополии, в Тихвинской епархии, мы празднуем 375 лет со дня обретения его мощей. Действительно, это произошло 17 апреля, как и сегодня, 17 апреля. Правда, в то время исчисление было по старому календарю, сегодня по новому. Но замечательно, что эти цифры совпали. Но даже дело не в цифрах, а в том, что Господь сподобил всех нас сегодня вместе собраться здесь и совершить прославление Святаго Преподобного и Богоносного Отца нашего Александра Свирского в День памяти Святой Преподобной Марии Египетской в 5-е воскресенье Великого Поста. Святой Преподобный Александр жил такой жизнью, что уже те, кто вместе с ним жил, ясно сознавали, что он святой человек. Он обладал удивительной внутренней силой. Когда я впервые на острове Святом опустился в пещеру, в которой жил Святой Преподобный Александр до того, как он покинул Валаам и прибыл сюда, на берега реки Свери, то был поражен тому, как можно было жить в этой неотапливаемой маленькой пещере среди холодного озера в условиях сурового климата, не имея никакой помощи извне. Никто не привозил хлеб, никто не привозил продуктов, никто не заботился о здоровье, не было никакой связи с окружающим миром. Один Преподобный лицом к лицу с ледяным, холодным озером в тяжелейших условиях. Если бы кто-то в наше время сумел бы хотя бы одну зиму так прожить, и то о нем бы писали и говорили. Святой Преподобный Александр Свирский многие годы прожил на Валааме, но даже та пещера показалась ему слишком комфортной. И он решил искать иные места, еще более уединенные и еще более суровые. И пришел сюда, откуда и родом он был, с этих самых мест, и в очень большом расстоянии от всякой жизненной активности людей, вдали от всяких дорог, так тогда и дорог, собственно говоря, не было. Он основал этот монастырь. Даже сегодня, подлетая к этому месту, видишь, как пустынно вокруг. А что же было тогда? А тогда были непроходимые леса, и вообще не было здесь людей. И Святой Преподобный Александр основывает обитель. И очень скоро вокруг него образуется община. Монахи начинают строить храмы, обустраивать жизнь. И когда монастырь, как говорится, встал на ноги, тогда Святой Преподобный Александр задумывает что-то совершенно изрядно вон выходящее. И он здесь, вдали от всего мира, решил построить каменный соборный храм. И даже братья возроптала. Не строили на севере каменных храмов, ни камня здесь, ни строительных материалов, а леса так много, привыкли молиться в храмах деревянных. Но Святой Александр настоял на своем и нашел место, где залегала подходящая глина, стали обжигать кирпич и воздвигли храм Святой Троицы в память о чудном явлении Бога, уединенному старцу. Когда читаешь «Житие», как-то неловко становится. Какое-то несоответствие всему тому, к чему мы привыкли, в чем мы живем, несоответствие нашей культуре, образу жизни. И возникает вопрос, кем же были эти люди? Кем был Святой Преподобный Александр? Он что, был суперменом, человеком какой-то колоссальной силы, мощной закалки организма? Что это был за человек? И когда из жития убеждаешься, что он был простым человеком, который не готовил себя ни к каким подвигам, то понимаешь, что без помощи свыше прожить такую жизнь было невозможно. И пример этого, этой исторической личности, годы жизни, которые мы хорошо знаем, обстоятельства жизни, которые мы прекрасно знаем, современников, которые мы хорошо знаем, убеждаешься, что Бог присутствовал в жизни Святаго Александра, всей своей силой, какую только человек способен воспринять. И потому не было ни страха болезней, ни страха одиночества, ни голодной смерти, ничего не было в сознании Святого Александра, как только стремление быть ближе к Богу, и понимал Святой Преподобный Отец наш, что чем дальше от людей, тем ближе к Богу, потому что, чтобы увидеть Бога, нужно жить тихо, ограждает себя от суеты мира. И Он принял на себя для нас подвиг, а для Него, наверное, неизреченную радость такого человеческого бытия. Сегодня мы вспоминаем и память Преподобной Марии Египетской. Ведь тоже удивительная жизнь. Молодая женщина, причем проведшая греховную жизнь, уходит в пустыню. Она себя ни минуты, ни дня не готовила к этому. Никаких испытаний своих возможностей, никакой физической подготовки, просто решила в один момент перейти Ордан и уйти в пустыню, не имея ни запаса в пище, ни одежды, ничего. И провела там долгие годы, сподобившись того, что плоть Ева изменилась. И она, как свидетельствует Зосима, старец, перешла и Ордан, как по суше. И, наверное, кто-нибудь из искушенных, современных людей, слушая или читая страницы жития Марии Египетской, скажет, легенда, не могло такого быть. Вот всем этим людям нужно приехать в Александра Свирскую обитель и приложиться к теплым мощам, нетленным, преподобного Александра. Ну, не верят многие, что могла Мария перейти Ордан, как по суше. Посмотрите на эти мощи, нетленные, изученные вдоль и поперек учеными, которые не имеют ответа на вопрос, почему в условиях нашего климата, сырого, северо-западного русского климата, мы имеем это абсолютное нетление. И когда я сегодня прикладывался к руке святаго преподобного Александра Свирского, я почувствовал теплоту тела такую же, какая в моем живом организме. Это не закоченевшая мумия и сохшая, это как бы живое тело человека умершего так давно. А что же это за явление такое? Мария Египетская, преподобный Александр Свирский. Совершенно очевидно, что люди победили самих себя. Они сумели овладеть самым важным искусством и постигли самую высокую мудрость полного управления самим собой. Своей верой, своей волей, своей мыслью они управляли своим телом. Они подчиняли стихии этого плотские своей воле и своему разуму. Ведь Господь вложил в нас природные силы, которые одинаково могут быть и добрыми, и злыми. И мы знаем, что эти природные силы проистекают от нашего физического организма. Наши чувства имеют материальную основу. Но вот как реализуются эти чувства, как они работают, уже зависят не от действия тех процессов, которые существуют в нашем организме, в нашей плоти, а зависят от нашей души, от нашей способности управлять этими силами. Мы можем говорить о праведном гневе и о гневе как сильнейшем проявлении человеческой злобы. Ярость это не гнев, ярость это явление человеческой злобы, но ведь гнев может быть и праведным, а любовь она может быть либо святой, либо греховной, и так можно сказать о любом проявлении человеческих чувств. Можно собирать средства материальные для того, чтобы строить обители, делать добрые дела, заботиться о ближних, а можно до непомерности удовлетворять свои собственные желания, похоти, фантазии. Одно и то же чувство работает по-разному, а страх он может быть святым, страхом, страхом Божьим, он может быть некой защитной реакцией организма нашего от приближающейся опасности, а может быть разрушающей и парализующей наш дух силой. Вот святые преподобные, о которых мы сейчас с вами размышляем, силой своего ума, воли, силой своей глубочайшей веры, силой молитвы, а через молитву силой благодати Божией управляли своим телом, своим естеством, достигнув невероятных высот. И потому одна переходила через Иордан, а другой вопреки всем современным подходам к тому, чем должно быть через сотни лет человеческое тело среди нас почетывает своими нетленными и теплыми мощами. В Пятое воскресенье Великого Поста, размышляя о подвиге Марии Египетской, о жизни преподобного Александра Свирского, мы должны задать себе вопрос, а почему у нас-то так все не получается? Почему мы такие чувствительные к внешним обстоятельствам, неблагоприятным обстоятельствам жизни, почему мы так быстро ломаемся, теряем чувство спокойствия, почему мы подвергаемся страхам, унынию, отчаянию, и вовсе не находясь за сотни километров от человеческого жилья, оживя в мегаполисах, окруженные многими обстоятельствами, которые как бы нас оберегают, помимо наших заслуг, просто мы современные люди, мы пользуемся этими внешними обстоятельствами, условиями жизни, которые уж никак не дадут человеку просто так умереть от голода, от холода, от жажды, от диких зверей, и как нужно мало для того, чтобы выбить нас из жизненной колеи, повергнуть действительно в уныние, в отчаяние, как многие сегодня, не находя выхода из жизненных обстоятельств, руки на себя накладывают, вот этим бы людям рассказать о Марии Египетской и о преподобном Александре Свирском, может быть, пример бы этих святых людей остановил бы их от отчаянного и губительного шага. В церкви история не является мертвым грузом, в церкви история оживает. Для нас Александр Свирский это недалекий персонаж 15-го начала 16-го века, это наш современник, он вместе с нами, он член нашей церкви, он и сегодня присутствует вместе с нами здесь. И потому для нас примеры святых угодников это не хрестоматийные примеры из истории или из литературы, это живые образы, с которыми мы устанавливаем молитвенную связь, к которым мы обращаемся с молитвой и которые нам на эту молитву отвечают. Преподобный Отче Александре Игумене Свирский, моли Бога о нас, Святая Преподобная Мать Наша Мария Египетская, моли Бога о нас, святые угодники Божии, поддержите нас, слабых и немощных людей 21 века, укрепляя в нас веру и благочестие и способность жить так, как жили вы, хотя бы в сотой доле от того подвига той силы и той духовной красоты, которую вы имели. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok